Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир Ольга. Дорогие наши подписчики, друзья, хочу напомнить вам о том, что все видео, в том числе записи стримов, сохраняются в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на группу есть в описании к видео. А также мы теперь стримим и на новой стриминговой площадке Трова. Ссылка также есть в описании к видео. Будем рады, если вы станете нашими зрителями и на этой площадке. Ждем вас всех! Но тем не менее, завтра среда, 20 апреля, в игре пройдут плановые технические работы. Сервера будут недоступны с 9.00 до 13.00 по московскому времени. В это же время также будет недоступен официальный сайт. Ну а сайт службы поддержки будет недоступен с 9.00 до 10.00. Коротко о том, какие события закончатся завтра. Мы едины. Награды за вход для гильдии. Это гильдийный календарь. Источник иона появляется вместе с драканией. Завтра после технических работ больше невозможно будет получить баф на дополнительный урон по монстрам. Получите нефритовое дыхание дракона. Завтра после тех работ перестанут выпадать вот эти итемки. Если вы еще не выполнили задание у торговца мебелью Силиус Вилли, поспешите это сделать. В награду за задание вы получите вот такую статуэтку дракона. Задание является ивентовым и будет недоступно после окончания самого ивента. А вот обмен нефритового дыхания на другие предметы будет доступен и после завершения ивента. Извлекайте камни Кафраса без потерь. Подошло к концу время халявного извлечения камней Кафраса. Завтра после технических работ на это снова придется потратиться. А вот какие новинки приготовили разработчики на завтра. Будут внесены правки для персонажей лучница, мастер меча, маэва, кунаичи, ниндзя, волшебница, фурия, страйкер, страж. Ничего ужасного с персами не сделали. Исправлены ошибки при связывании навыков, при применении скиллов и в описании самих навыков. Завтра в описании 316 предметов будет добавлена четкая информация о способах их получения и применения. А также будет уменьшен вес суммирующихся предметов, в том числе золотых слитков, черных камней и печатей. Всего 344 предмета. Лут с мобов в перечень этих предметов не входит. Будут добавлены просвещенные навыки для драканий. Продолжение следует... Продолжение следует... Предмет разбитая ненависть, который можно создать при помощи навыка заветное желание у драканий был изменен следующим образом. Срок действия предмета удален. Предмет привязывается непосредственно к драканий и внесено изменение, чтобы он складывался в одну ячейку. Камни обработки лоджи, тектона и маноса будут объединены. Теперь можно будет массово смешивать, измельчать, рубить, сушить, просеивать и нагревать предметы всего с одним видом камня. Имеющиеся у вас камни будут заменены на запечатанные камни, которые нельзя использовать. Их вы сможете продать NPC по самой высокой цене, за которую данный камень был когда-либо продан на центральном аукционе во всем мире. Но если вы решите пользоваться камнем в дальнейшем, распечатать его можно при помощи простой алхимии. Можно ли будет впоследствии продать распечатанный камень? Не знаю. Камень обработки лоджи и тектона, зеленого и синего грейда, будет продаваться у тех же NPC, которые торговали камнями. А камень маноса можно будет крафтить. Рецепт крафта сейчас у вас на экране. Стоимость запечатанных камней зависит от заточки. На картинке я взяла камни маноса от 16 до 20 заточки в качестве примера. Будет увеличено количество очков влияния, которое можно получить в награду за выполнение обычных заданий в боле на всей Сирензии. Судя по таблице, в список вошли все дополнительные квесты, в том числе квесты на рыбалку, кулинарию, алхимию, сбор. Ежедневных же заданий в списке я не нашла. А также 20 апреля во время технических работ будет проведен сброс количества отметок «Нравится» в групповом чате. Игрокам, обладающим бронзовой, серебряной и золотой иконкой черного духа, отправлены титулы на 90 дней в благодарность за активную деятельность в групповом чате. Титулы на 90 дней за деятельность в групповом чате «Зал приключений», отправлены игрокам, обладавшим золотой, серебряной и бронзовой иконкой черного духа в каком-либо из 23 разделов соответствующего группового чата. Титулы, отправленные в награду 19 января, будут удалены во время технических работ 20 апреля. И по традиции вернемся на неделю назад к обновлению на Корее. Мы отстаем от них на неделю, и новинки прошлой недели, возможно, появятся у нас завтра. В музыкальный альбом добавлен пользовательский интерфейс выбора инструмента. Когда вы начинаете сочинять из музыкального альбома или добавляете инструмент в окно композиции, партитуры, вы можете выбрать инструмент через пользовательский интерфейс. Внесены улучшения в окно создания композиций. В сезонную подписку были внесены улучшения, помогающие понять, как выполнить то или иное задание. А также многие игроки выразили желание поучаствовать в захватах территорий без порезок характеристик не только в Кальфеоне, но и в других регионах. Теперь таблица ограничений выглядит следующим образом. Произведена коррекция полевого лагеря и командного пункта для участия в захвате территории. Теперь игроки, участвующие в захвате территории, могут выбрать и построить стратегически выгодную крепость из командного пункта или полевого лагеря, в соответствии с ситуацией и мощью своей гильдии. Гильдии, выбравшей командный пункт, выгодно захватить крепость противника посредством быстрой наземной битвы. А гильдии, выбравшей полевой лагерь, стратегией является бомбардировка крепости из разных мест через несколько артиллерийских мастерских. Вы можете атаковать крепость противника. Кроме того, сокращение времени ожидания при воскрешении, применяемое в захвате территории, было увеличено, так что оба форта имеют возможность возрождать игроков быстрее, чем раньше. Окно информации о транспортном средстве было улучшено, чтобы отображать навыки, которые транспортное средство еще не изучило. Внесены улучшения, чтобы вы могли проверить, приобрела ли лошадь навык, наведя курсор на значок лошади в информационном окне маунта. Добавлена функция отображения количества скакунов в конюшнях других регионов при перевозке скакунов. Добавлено руководство о том, что накопленное количество изменений навыков и использование смен навыков будут сброшены после успешного пробуждения иллюзии или скакуна грез. Исправлена ошибка, когда накопленное количество изменений навыков не инициализировалось, когда рысак восьмого поколения успешно пробуждался в иллюзии. А на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте прожать колокольчик, чтобы не упустить новые видео и прямые трансляции на нашем канале. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok